На сегодняшний день наша акция «Принеси елку, получи конфету» продолжается. Акция идет очень активно, жителям города это очень нравится. На сегодняшний день у нас действует 67 пунктов, где можно принести елку и обменять ее на конфету. У нас были некоторые моменты, но мы, в общем-то, их откорректировали. На сегодняшний день Департамент городского хозяйства и жилищно-коммунальные сервисы полностью контролируют этот процесс. Если будет активность населения продолжаться и будет необходимо, мы продлим эту акцию на февраль месяц. На сегодняшний момент порядка 18-20 тысяч елок уже наши граждане принесли. Сколько же, сколько принесли, даже больше. Два раза в неделю производится вывоз собранных, уже использованных елок на специальную площадку коммунального предприятия «Горзелентрест», где эти елки передрабливаются, приводятся в состояние либо мульчи, которые используются затем для подкормки растений и нашего питомника в Александровке, либо используются для удобрений. У нас были некоторые моменты на Небесной Сотне, у нас было на Вильямса два объекта, где, в общем-то, елки принимали, но конфеты закончились. Мы все это отрегулировали, так что все нормально. Даже дети получают двойную порцию. Это, к слову, сколько мы использовали конфет. Где-то больше, чем. Вы знаете, в принципе, идет равномерно. Но больше, конечно, в спальных районах, потому что плотность населения больше. По Вильямса 65 сегодня ночью в районе между тремя и четырьмя часами утра было возгорание. Там идет огражденная площадка, туда приносят елки. Где-то было на тот момент порядка на вечер вчерашнего дня, было порядка 150 принесенных использованных деревьев. Но, к сожалению, мы не знаем, кто это сделал. То есть, пожар возник мгновенно. Написали заявление в полицию. Сейчас полиция проводит следственные действия. Скорее всего, это был поджог по информации полиции. Но, в общем-то, площадку уже восстановили, перевели в порядок, и она снова функционировала. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!